Друзья, утро доброе! Как мы обещали, мы уже на кухне будем готовить завтрак. Алина, с ножом аккуратнее, пожалуйста. Так вот, что мы сегодня будем готовить? Рассказывай мне и нашим зрителям. Мы сегодня будем готовить наивкуснейший завтрак. Он будет достаточно легкий, простой по приготовлению. Это будет фруктовый салат. Он готовится действительно очень легко и просто. Я думаю, даже мы с тобой справимся с этим заданием. Так, ну я вижу перед собой бананы. Судя по всему, мне их нужно как следует нарезать. Да, нарезать кружочками, пожалуйста. Да, я вот так пальчиком буду показывать, следить за тобой. Ну а пока, слушай, какой приятный запах начинает издаваться от твоих бананов. Я, кстати, вот недавно узнала то, что в стране, в африканской, под названием Уганда, на одного человека в год приходится аж 220 килограммов бананов. Ну, любят люди бананы, они полезные. Очень полезные. Они очень сытые, между прочим. Но говорят, что вот именно с бананов, с одних лишь, завтрак лучше не начинать. И для начала нужно съесть какое-нибудь яблоко, а потом уже банан тоже можно за компанию, так сказать. А вообще, очень-очень полезно начинать свое утро со стаканчика хорошей чистой воды или чая. Вот в нашем случае я вот вам предлагаю, потому что действительно чай Теск-гений обладает самым вкусным ароматом. Расскажи, что нам вообще потребуется для салата, какие ингредиенты мы будем использовать. Ну, слушайте, это как с пиццей, с очень хорошей древней пиццей. Просто все, что в холодильнике есть. Да, да. Картошка уже там старая заморозилась. Нет, что касается фруктов. Достал, да. И вперед в йогурт. Слушайте, у меня что-то прям все сложное обстоит дело с моим апельсином. У нас сложные отношения. Ну вот что касается самого салата, то тут самое главное не переборщить. Он должен быть достаточно легким и простым. То есть это должны быть фрукты какие-нибудь, которые у вас есть в холодильнике. Абсолютно любые. Начиная от киви, заканчивая тем же самым апельсином. Бери, пожалуйста, вот эту тарелочку. Я беру эту тарелочку, которая стоит здесь. Да. Высыпаю все содержимое. Все верно. Абсолютно. Я, оказывается, прекрасно готовлю. Так выяснилось. И вот прямо сейчас высыпаю бананы. Они прекрасно пахнут. И сейчас наше... Один уронил? Я съем. Ну да ладно, да. У нас чисто. У тебя... По крайней мере, я на это надеюсь. Продолжение. Тебе нужно нарезать сначала вот эти яблочки. Как хочешь режь. Вообще, как душе угодно. Давай вот одно яблочко из тебя достаточно. На двоих-то одного яблока, да, будет достаточно, я полагаю. К тому же, там будет большое множество и других ингредиентов. Так, сначала пополам. Да, можно и пополам. Потом делаем четвертинки. Слушай, я вспомнила детскую песенку. Мы делили апельсин, нас так много, он один. Вы не представляете, как много претендентов на данный салат у нас сейчас находится за кадром. Потому что аромат стоит, ну, просто невероятный. Все уже смотрят на него, а я просто смотрю на реакцию наших коллег, которые находятся за камерами. Ну, я думаю, что все понимают, что нами одними завтрак не ограничится. И мы, по сути, здесь готовим на всех. Да. И нам потом с нашей-то занятостью достанется меньше всего. Если вообще останется и достанется. А в прошлый раз, кстати, от оладушек? Нет. А что мы готовили в прошлый раз? В прошлый раз, если мне не изменяет память, мы готовили омлет. Вот. А там лето, нам ничего не осталось, дорогие друзья. Вот ты-то попробовала, между прочим. А я потом забежал, ты доедала последний. Ну, хорошо. Вот совсем ты не думаешь о коллеге. Что-то мы с тобой разжаловались, слушай. На этот раз, я думаю, нам точно оставят. Давай поговорим немного о кыргызском кинематографе. Он меня в последнее время действительно очень приятно удивляет. Конечно, были казусные моменты, в которых после просмотра очередного фильма я выходила, ну, не с наилучшим настроением. Я не буду говорить, какие фильмы, но вот после просмотра... Ну, бывают всякие фильмы, хорошие и плохие в нашем кинематографе в том числе. Но здорово, что есть очень талантливые режиссеры, которые знают свое дело, знают свою работу, пытаются как-то в этом деле развиваться. И действительно, наше кино не стоит на месте, оно развивается, и много хороших фильмов выходит. Так, вы посмотрите только, какой красивый, вкусный, наверняка очень вкусный йогурт у нас крысуется на столе. Кстати, вот слово «банан» произошло от арабского слова... Вообще, в переводе означает «палец». Палец? Да. Ну, знаешь, в какой-то степени, может быть, кому-то палец и напомнит. Но это должен быть прямо исполинский палец. А вот как ты думаешь, правильно говорить «гроздь бананов» или «кисть бананов»? Ну, вообще, принято «кисть бананов». Да. Ну, скорее, в гроздях бананы измеряют. Или я не прав? Кисть. Кисть? Кисть. Ну, слушай, ты меня прям удивляешь сегодня. Это действительно очень и очень любопытно. А можно я попробую, пожалуйста, вот один кусочек? Ну, перехвати чуть-чуть. Спасибо. Перехвати, хорошо. Так вот, возвращаясь к теме кыргызского кино, на телеканале НТС совсем скоро покажут фильм «Биртуганчик». Случится это 22 сентября в 18.05. Эту картину вы можете посмотреть в эфире нашего телеканала. И мы надеемся, она принесет вам колоссальное удовольствие. Ну, а пока я продолжаю исследовать наш холодильник. Так, Ростислав вовсю уже все сделал. Это самое интересное занятие. Я тебе скажу, исследовать холодильник, особенно чужой. Да. Так вот, мы нарязали яблоки. У нас здесь все готово. Я думаю, их нужно уже потихоньку высыпать. Ростислав, объясни мне, пожалуйста, почему они вместе с вот этой штучкой? Я так вижу, я художник. Он художник, он просто такой, мне сейчас страшно. Остальные вроде нормально. Хорошо. Хорошо, мы все это благополучно должны смешать. Я надеюсь, у нас это получится сделать. Да. Да, и сейчас это все дело нужно хорошенько заправить йогуртом, чтобы было вкусно и чтобы мы наелись. Слушай, я все-таки хочу увидеть, как ты это сделаешь. Давай. Ну, давай. Ну, это будет любопытно, действительно, хорошо. Он не очень жидкий, а может вот так вот прям. Ложечкой помогай себе, помогай. Мне кажется, вот так вот. Вот прям добротненько, щедро. Для себя не жалеем, Ростислав, не жалеем. Уже очень аппетитно, между прочим, смотрится. Несмотря на то, что какую-то часть этих продуктов нарезал я. Больше, кстати. Кстати, есть очень любопытная новость, которая повергла меня в шок, оказывается. Многие ученые считают, что для взрослого человека завтрак не очень-то и обязательный. Почему? И якобы все вот эти разговоры о полезности завтрака, о том, что ничем его не заменить, придумали маркетологи, чтобы, американские маркетологи, прежде всего, чтобы продать те самые хлопья для завтрака, которые подаются с молоком. Ну, это, на мой взгляд, бред какой-то, потому что завтрак очень необходим нашему организму. Просто многие ученые считают, что якобы действительно взрослый человек может начинать свой день прям с обеда, и все будет нормально. Ну, тогда я правильно живу, потому что в своей реальной жизни, помимо проекта, я очень большая Соня. Я должна в этом чистосердечно признаться. Нам надо это размешивать? Да, конечно, конечно. Пока ты будешь размешивать, я продолжу признаваться в любви своему любимому фрукту, а именно банан. Как оказалось, даже гривистый волк, который принадлежит семейству псовых, ест бананы. То есть, хищный волк, ты представляешь, вот просто из семейства псовых берет и ест бананы. Насколько должна быть его любовь велика к этому данному фрукту? Видишь, не только люди. Мы-то тоже едим мясо, многие из нас, по крайней мере, и при этом предпочитаем банан. Почему животным нельзя? Да. Ну, достаточно непривычно. У меня есть кошка, она любит достаточно экзотические продукты. Например? В том числе и газировку. Это странно, но тем не менее, всегда, когда я пью всякие вредности, она прям подходит и говорит, ну-ка давай мне тоже. И вот скорая между нами продолжается очень долго, в итоге я сдаюсь, и нужно как-то порадовать. Ну, слушай, у нее должны быть очень веские аргументы к тому, чтобы ты все-таки сдался. Ну, слушай, очень аппетитно выглядит яблоко, и тоже о нем немаловажный факт. Самое большое и тяжелое в мире яблоко весит, внимание, 1 килограмм и 300 грамм. Это такой вот мини-арбуз прям. Да, я даже не представляю, как он выглядит, мне бы хотелось на него посмотреть. К сожалению, в интернете я его не нашла. Ну, и, кстати говоря, статистика, вот к вопросу о пользе завтраков, статистика утверждает, что те люди, которые утром позавтракали, реже попадают в дорожно-транспортные происшествия. Так что вот вам самый, что ни на есть, повод хорошенько завтракать, чтобы ваше внимание было активным, чтобы вы просто были сосредоточены на дорогах. Это очень важно. Слушай, а как это связуемо? Я даже не поняла. Что? Ну, вот то, что ты, допустим, позавтракаешь, да. Если человек завтракает, у него возрастает внимание, следовательно, ДТП происходит меньше. Все, я поняла, поняла. Вот очень простая схема. Очень вкусно выглядит, очень аппетитно выглядит. Я уже жду, когда же мы переключимся и все-таки попробуем этот фракт. Да, поэтому прямо сейчас объявляем небольшой перерыв, чтобы мы могли позавтракать.